Добрый день, друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Сегодня у нас уже последний день июля, 31.07.2019 год. Остался еще август этого лета. Совсем немножко одна третья часть, можно сказать, позади. На часах у нас уже 13.03, то есть час дня. У нас на высоком берегу мы находимся. Я приехал выселять людей. С 40 лет Победы съезжает. Они уже второй раз снимают эту квартиру. И пройдем с вами сегодня не на 40 лет Победы спуск, а пойдем, наверное, на деревянный. Сходим, посмотрим, что там есть интересного, чтобы и вам, так сказать, сделать хорошую прогулочку и показать другие варианты, альтернативные по спуску к морю, не только очень продолжительные прогулки. приехать сюда можно. Это адрес улицы 40 лет Победы 1. Вбивайте, приезжайте. Места для парковки здесь имеются, причем для бесплатной. Можно впуститься пешком либо вниз, либо покажу сейчас второй вариант. Может, друзья, вы хотите подобрать себе какое-нибудь жилье напрямую без посредников. Моя квартира, к сожалению, это сдана с таким вот шикарным видом на море. Я внизу в описании оставлю ссылочку на сайт городкурортанапа.ру. Пользуйтесь, там большой выбор и проверенные сайтом адреса хозяев. Это очень важно. Туриногора называется вот именно вот этот уголочек. Будете фоториться на фоне нее, ставьте такой хэштег. Здесь есть очень удобные скамеечки с такими цветами, оформлено очень красиво все. Посидеть, отдохнуть. А это кто? Мальчик, ты чей? Чей ты, мальчик? А, как тебя зовут-то? Потерялся, что ли? Ты здороваться не будешь сегодня? Я помогла. Сказать всем здравствуйте. Всем привет. Хорошо, ладно. Будем воспринимать как хороший ответ. Здесь имеются мусорки, очень хорошие променады можно совмешать. Сегодня, видите, есть волна, но она вроде бы не сильная. Люди продолжают купание. Там далее мы не дойдем сегодня, но в один из дней я обязательно сделаю прогулку к Тургеневскому спуску. Туда именно? Да. То есть тебе там нравится? Вот, Ярик говорит, что купается очень часто именно вот возле Тургеневского спуска. Там вдали виднеется маяк. Растет здесь у нас лох серебристый. С правой стороны территория военному школу, там школа ФСБ, в общем. Ты прям поэт. Я прям поэт? Серьезно? От сына слышу комплименты? Что на тебя нашло, Ярослав? Так, друзья, если сегодня все получится, вечером мы с вами посмотрим дом за 80 миллионов, потому что все никак не получалось сделать монтаж. Уже три раза пытался. Если не получится, то мы посмотрим, продается квартира в ЖК. Раз, два, три с Ильей сегодня там побывали. И вот вы, возможно, уже посмотрели видеосюжет про мужика с остальными яйцами. Сказали, что я очумел ничего не сказать. Я с ним поговорил перед записью ролика. То есть, ну это неоправданно. Совершенно, я считаю. Потому что обычно, знаете, как это делать? Пришел без страховки, без ничего. Это делается за пять минут. Да, вот страховка готовится час. Но вот эти пять минут, они сохраняют, ну как час точнее, сохраняет жизнь в эти пять минут. То есть, вот так вот оно все должно правильно звучать. Поэтому берегите себя от своих близких. В общем, здесь, не доходя до следующей улицы, до сквера Ванесова, мы имеем вот такой вот деревянный спуск к морю. Он гораздо быстрее здесь. Очень даже, ну как сказать, не совсем удобно спускаться, да, допустим, но зато очень быстро. То есть, иногда, как вы только что говорил, там, да, ну я тут быстро поднимаюсь. Можно прийти, вот и детки бегают, видите, даже одни. Спуститься вот именно по нему, видите, тропинку вытоптали в тот, по этим досточкам не хочет особо ходить, а кто-то забегает. Люди купаются, вот прям, ничего их не смущает, ни шторм никакой. Водичка, видим, что мухноватая, обычно она кристальная в этих местах. И здесь такой более-менее неплохой вход в море имеется вот мимо, между вот этим деревянным и Тургеневским именно спуском. Там, в основном, валуны были убраны. Ну, как сейчас будет, мы с вами все увидим. Я здесь не был уже очень давно, так что обновить воспоминания самому тоже будет вполне интересно. Есть такие фактурные, очень красивые скалы. На их фоне тоже можно пофотографироваться. Состоят они из камня Трискун, Мергель его называют. Никогда не вздумайте разводить костер на них. Они очень сильно стреляют при нагреве и может прилететь, так сказать. Мы же потихоньку наш путь продолжаем. У меня, кстати, было там пару донатов прилетело, я не успел их обработать. И те, кто ждут моих ответов на сообщения, ребят, сегодня днем вот катались по делам, чтобы было интересно вам, чтобы было посмотреть. Поэтому вечером буду отвечать. Вот защитная сетка сделана, обвал, наверное, был под мылом, потому что раньше ее не было и нормально здесь было проходить. И мы можем посмотреть, сколько людей сейчас вот поднимаются обратно. Здесь такой прям соленый запах, именно морской. Никаких примесей пахнет. Очень-очень даже приятно. Но вот на этих камушках можно подскользнуться, так что будьте очень аккуратны. Берегите себя. Это, еще раз говорю, быстрый, но не такой уж и безопасный спуск. Мы его назовем опасный деревянный спуск. К морю. Вот видите, люди тоже потихонечку двигаются вверх, по шашку буквально. Ну, что тяжелый подъем. Так, здесь нам осталось по лестнице, и мы уже на земле. Все, мы его, получается, пережили, обошлись. Здесь мы сразу имеем столики. Такие еда продается, попкорм жарится, в общем, все крутится, денежка мучится, кукурузу понесли. В общем, все, что только вы любите, здесь имеется. Есть также теневые зоны, есть лежачки. Ну, шикарный пляж, на самом деле. Но, еще раз повторю, очень тяжело выходить, заходить. А если вы без специальной обуви, то это будет вообще очень сложно для вас. Молодец, мусорка. Вот, смотрите, у меня сын убирает, нашел пустую бутылку, пошел выносить. Хотя мусорки и контейнеры есть, и просто стоят. Жалко, что люди не берегут. Вот, смотрите, сейчас там вот парень пытается выползти. Посмотрим на его потуги, насколько это тяжело. Именно в Шторм я бы, все-таки, советовал купаться в других местах, потому что там более простой выход. Вот, сейчас можете наблюдать, насколько это непросто сделать. А все, буквально перебираясь там на коленках, потому что камни скользкие, волной прибивает, и вылезти довольно-таки проблемно. Вот, там дальше вот женщина, наоборот, заход совершает. Посмотрим, он со специальной обувью или нет, босичком. Поэтому ему еще вдвойне тяжелее, так как ноги скользят, и, ну, это прям действительно тяжело. Люди, возможно, разошлись куда-то по пляжам, по своим, возможно, просто меньше людей. О, смотрите, вот как бывает, да, то есть мусор вынес, 10 рублей нашел. Тебе сразу отблагодарила вселенная, да. А здесь имеются туалеты. То есть они, я понимаю, где-то берется ключик, есть переодевалка. То есть водичка, переодевалка, покушать, все продается. Для вашего комфортного отдыха, в принципе, все имеется. Видите, сколько там варапанов будет? Варапанов? Где? Там, здесь я девочка. А, не видел. Так, и давай мы вот с эту сторону посмотрели. Еще здесь он считается более удобный, этот каменный пляжик. И для заходов, то есть там дальше, вот видите, люди выходят вообще практически беспроблемно. Сейчас мы посмотрим еще на другую сторону бухты, что там есть и посмотрим. Может, вернемся обратно, может быть, с той стороны сейчас будем с вами замерять температуру водички. Здесь такая более ответственная ткала, под которой была выровнена. Раньше здесь стоял такой каменный дом, его снесли, на его месте появилась как бы другая уже система, другая как бы возможность для заработка. Хотя, думаю, что вообще как бы убрали именно коммерцию, но нет, все на месте. А вот сверху как выглядит этот спуск, по которому мы спускались. И вот отсюда даже крающих дома 40 лет победы видно. Внимание, сам образованный обвал, камни, скальных пород, технические проезд, пациент транспорта, проход купания опасно для жизни. То есть вот такое тоже у нас происходит. И такое тоже возможно. Вот здесь вот прям вычистили, видите, заход в море. Можно спуститься и пройти. Кто-то все даже оборудовал место для отдыха. В общем, кто что-то раз вкладывает, камни выкладывают, пещеры. Ну, большой шторм, и это все, я думаю, улетит куда-то во своя. Сидите, с этой стороны гораздо меньше людей отдыхает. Ну, потому что вот, видите, как оказывается это опасно для жизни. И вот, смотрите, как люди так же здесь мучаются, выползают на карачках. То есть из моря. Ну, да, вот такой вот выход. Это тяжело, но зато считается, что водичка здесь почище, море потеплее, поприятнее. Давайте вернемся к нашим температурам. Вот мы сейчас находимся возле моря, и температура воздуха у нас 29 градусов. Это при том, что с берега дует ветер. И, ну, в принципе, подпекает. Жарко тебе, сынок? Нет. Вот видите, за счет влажности и ветра не настолько жарко. Но при этом вы можете очень сильно обгореть и сгореть, потому что не чувствуете этого. Вот так вот. А температура, вот даже, видите, поднялась 29,5, показывает сейчас наш градусник. Так, давайте мы вернемся к тому пляжу, и там сейчас замеряем температуру. Все можно, в принципе, здесь. Ярослав у меня уже начал ловить голубей. Чем бы говорится, дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Радует, что мусорки есть. Радует, что очень чисто на пляжах. Прям я приходил, когда сюда зимой, здесь прям мусора, мусора было очень много. Сейчас же чистота, красота, и это прекрасно. Пойдемте узнаем, насколько наше море холодное, горячее, или какое оно там и есть. Вас, друзья, приглашаю всех на фотосессии. Красивейшие фотографии на память о воздухе в поселке Викидзево. Сделать для вас худейший фотограф Черноморского побережья Юрия Азаровский. Также дайвинг, дипинг, квадроцикл, тонные прогулки. Номер Светланы есть под каждым видеосюжетом. И помогаем с заселением, расселением. Обращайтесь, пишите ВКонтакте. Я уверен, что туда у вас получится прям самый лучший отдых. Так, ну а сейчас видим, что там плывет какой-то большой красный корабль. Сейчас я вам покажу. Ну, а я замолкаю. Пускай люди купаются, и пускай говорит море. Пускай, пускай, пускай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух! Я вам шлю огромнейший солнечный привет с нашего Черноморского побережья. Пускай все будет хорошо. Пускай все будет прекрасно. Пускай все у вас получится. Вы отдохнете лучше всех. Еще целый месяц летом пользуйтесь им. От души приезжаете. Видите, небольшой накат. Совершенно не пугает людей. Заходят, выходят, наслаждаются. Даже маленькие дети купаются. Хотя я думал, что ветер сверху увидел. В городе самом вообще ветра не было. Он зашел так вот боковой немножко дует. И думал, что купаться никто не будет. Нет, но он с детьми все нормально. Плескается. Даже в такой воде просто. Я не знаю, грех не купаться. Сам бы пошел. Да надо работать и идти. Ребята отпустить домой. Всем хорошего настроения. Побольше позитива. И как можно больше мечт для сбытия. Маши ручкой с нами. Где-то? 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 Всем пока-пока от Ярослава Озаровского. Тот. Кстати, тебя очень хвалили. Вчера провел прям классный эфир. Прям очень много хороших комментариев. Так что сегодня, если что, по не ходи тоже. Поедешь со мной? Ну да. Ну да. Все. Всем пока-пока.